МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У города Гомеля – Житковицкого и Калинковицкого районов. Эта победа, пожалуй, общая. Победа всех экономических служб, всей исполнительной власти, контролирующих органов, таможни, торгово-промышленной палаты, общественных объединений. Ну, у каждого есть лепта в эту победу. Ну и, безусловно, конечно, прежде всего, заслуга наших предпринимателей. Для Гомеля такая перемога первая. Тем больше приемно признание выника у работы, якая проводится у гэтым накерунку. Тут, саправды, робится шмат для подтримки приватных инициатив. Мэтта накерованная деяность дозволяйствовать новые прационные мессы и повеличивать поступления у городский бюджет. Основной удельный вес – это предприятия и сфера торговли и услуг, это 52%, порядка 12% – производство, 9-10% – это строительство. В целом могу сказать о том, что удельный вес поступлений в консолидированный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году составил более 33%. В прошлом году это была цифра 31,2%. Создана рабочая группа и работает по рассмотрению практически всех вопросов, которые связаны с развитием малого и среднего предпринимательства. Это и вопросы земельного законодательства, вопросы реконструкции помещений, вопросы аренды, то, что связано с архитектурой. Комиссии по развитию предпринимательства и створению новых вытворчостей все не иснуют во всех районах области. Звычайно их узначаливают старшини выконавших комитетов, те их наместники, что дозволяет эффективно и оперативно вырешать питания, которые возникают. В общем, что ты же за ситуацией у целом по Гомельской области, летой субъекты малого и среднего предпринимательства перелешили в бюджет 3,5 триллиона рублей. Все лета ящикаля двух. Это пока шаг дарыши так само улишивался при вызначении переможцев. Количество малых предприятий, индивидуальных предпринимателей на тысячу жителей в каждой территориальной единице, сумма уплаченных налогов, удельный вес, опять-таки, в процентном отношении их поступлений, от общего числа поступлений и так далее. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания Гомель. Сегодня означается день работников прокуратуры. У Незалежной Беларуси это свято было установлено указом президента в 1998 году, а в 2007 году в Украине был принят новый закон о прокуратуре Республики Беларусь, который, увособивши лепшую традицию всего исторического развития Беларусской прокуратуры, вызначил роль и принципы ее функционирования в современном государственном механизме. Характер и основные направления деятельности. Святошный Сход, примиркованный до 93-й годовины со дня утворения органов прокуратуры Республики Беларусь, отбился в доме прокуратуры Гомельской области. Сяроду дельников омалю весь особистый состав прокурорских работников. Усе яны – соправданные профессионалы, люди, которые не шкадуют ни рабочих, ни особистых от часу, деляховы законных правов и свободы грамадян, захования в регионе тенденции по снижению взрыва злочинности. Для меня прокуратура – это стержень соблюдения законности. Я полагаю, и для нынешнего поколения эти слова не просто звук. И, как всегда, наших прокурорских работников всегда отличает профессионализм, высокое чувство ответственности, доброжелательное отношение к людям. Многие наши граждане всегда видели и видят в прокуратуре последнюю инстанцию по защите своих законных прав. Прокуратура Гомельской области всегда была в передовых рядах по соблюдению законности в республике. Как означает прокурор Гомельской области Сергей Аземша, сегодня коллектив прокуратуры представляет собой сгуртованную команду квалификованных юристов, запрячима яких, лёса, людей и великая отказность. На протягу опущенных пяти годов показчики профессиональной деятельности мают становящий характер. В 2014-м работниками прокуратуры Гомельской области было проведено каля пяти тысяч проверок. У суд переда динамаль 40 материалов по справах коррупционного характеру. В этот праздничный день поздравляю всех сотрудников органов прокуратуры Гомельской области, других областей Республики Беларусь селом с нашим профессиональным праздником. Желаю всем счастья, здоровья, удачи, творческих успехов. Поздравляю ветеранов прокуратуры, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Желаю им долгих лет жизни, счастья, удачи. Всех с праздником. Подчас святочного сходу не застались без уваги и те, чая праца была становча оценена керавництвом Генеральной прокуратуры Беларуси. Гоноровые грамоты, листы подяки, узнагороды и премии отримали некольки десятков работников. А инструментальная тря Гомельской областной филармонии и творчий коллектив Гомельского державного колледжа мастерства и министера Соколовского допомогли створить саправдый святочный настрой. Александр Гамоля, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». До речи 26-го червеня свое профессийное свято отзначаются так само представники беларуской адвокатуры. Все лето ее исполняется 93 годы со дня утворения. Первое положение о беларуской адвокатуре было принято у 1922 года на третьей сессии Центральной выборчей комиссии БССР. Сучастная адвокатура, гэта правовый институт, закликаны оказывать у ответственности с Конституцией Республики Беларусь на профессийной основе юридичную допомогу у метах о житявлении и обороне правов, свобод и интересов физичных и юридичных особ. На Гомельшине адвокатской деятельностью займаются больше за 200 человек. Практично каждый день приемы и консультации, что год специалисты выполняют около 40 тысяч доручений. У Комитета державного контроля Гомельской области подведены выники мониторингу рационального выкористания земель, которые предоставляются для индивидуального жильевого будовництва, те выкористовываются у сельско-гасподаршовой творчасти. С початку года контролеры детальово проверили четыре районы и усюды выявили порушения. О принятых решениях у материале Олега Сентюрова. Тема неэффективного выкористания земельных участков, які призначены для жильевого будовництва, уздымалась и не одной, чая, але проблема все равно застается. Навэт не глядячи на то, что зараз местовые влады имкнутся допомагать грамадянам, у яких по неких причинах узникли материальные проблемы с початку за трех до пяти годов может быть протягнутый термин будовництва. Потом объект можно законсервовать еще на три годы. Але навэт и при этом шматайкеже хары в області пасля офицейного тримання участка заявляются на им у лепшем выпадку у сего некольки разов. Только у Козинским сельским сависцем Мазырского района выявлено 36 участков грамадян, які не выкнали умову будовництва за три годы, на некоторых згадых участков навэт подморок не заявился. До речи, огульный кадастровый кошт гэтых земель первошая 650 миллионов рублёв. У Комитета Державного контроля у Комитетской области такую ситуацию лечить ненормальны, тем больше, что черги на отрывання участков под жилёвое будовництво в Ялике изменьшаются иные у Астоном за кошт переводу у иншую категорию сельско-господарших годзев. Правда, и до их выкористания у державных контролёров так само есть питанье. Еще 10 годов тому на Комитетске завершилась инвентаризация земель, и теперь сдавалось, все заразумело. Вось тут можно выросшивать сельско-господаршие культуры, а тут лепш посадить лес. По реальности всё оказалось не совсем так. В процессе проверок установлено, что эти земли ещё 10 лет назад использовались как пашни, как луговые, улучшенные. То есть сельскохозяйственные предприятия получали доход с использованием этих земель. На сегодняшний день данные земли начали зарастать древесно-кустарниковой растительностью. Как правило, это происходит ввиду регулярного неиспользования, не перепахивания этих земель. Ситуацию с выкористанием земель у томнику сельско-господарчика призначения разглядели на коллегии Комитета державного контроля в Коминской области. Шерх керуньков розного узровня притягнули до дисциплинарной и материальной отказности. Часку земель вернули у оборот. Правда, зарабить это усюда казалось и не максимум. На некоторых палетках уже выросли сосны вошенёй до трёх метров. Даны поручения коллегии Комитета госконтроля с тем, чтобы участки, которые возможно ещё привести в порядок, расчистить. Они были расчищены, вовлечены в хозяйственный оборот. Те, которые уже произошло залесивание, они были переданы в лесной фонд. В Лоевском районе открылся международный лагерь славянской молодцы «Дружба-2015». Всё лето в дел им принимают больше 250 представников Беларуси и России. На жаль, по широку причин приехать на мероприемство не смогли молодые украинцы. Что-то, мне меньше, не поуплывало на затверженную программу. Наши корреспонденты наведали палаточный лагерь. Ледняпра Клялоева – место историчное. В 43-м тут разгорнулося наступление Червоной армии. Якое увыннику привело до вызволения значной частки территории Беларуси. Миновито в этих местах на высоком Беразираке всё лето разместился международный молодёжный лагерь славянской молодцы «Дружба-2015». И не выпадково, что первое офицейное мероприемство, якое тут проводится, у складания вянков до помника загинулшим воинам-вызволителям. У братской могиле останки 690 червона армейцев за маль 10 тысяч, які загинули подчас боёв на территории Луевского района. Увоголі даудзелу у палаточным лагері рыхтаваўся як прымаючы бок беларусы, так і гості. Російську федерацію гэтым годзе працтавляюць 100 чалавек з Бранской, Орловской і Курской областей. Дарэшы кожны восьмызых у лагеры славянской дружбы ў першыню. Ідеи этого форума несли в себе в першу очередь дружбу народов, і поэтому то, що вони едут сюди, це на самом деле большая честь для них представлять собственну страну, і плюс це можна для коммуникації с братскими народами, с Республікой Беларусь. Всегда к нам ездили, конечно же, і Украина, но в этом гаду, к сожалению, ёс нами не. Гэта, напевно, можна лічыць символічным. Сё літа межнародний лагер славянской молодзі пачаў роботу ў Дзень славян, свято, якое затверджено пасля распаду Савецкага Саюза з мэтай захавання шматвяковых і старышных сувязяў. Яго работа закінчыцца на пярэда Дні Дня Молодзі. Паміж імі насычаная і разнастайная программа, конкурсы пісні і танцав, работа города Майстроў, выбары міс і містара дружба 2015. Организаторы запэўніваюць, сумаваць часу не будзе. Сарот основных задач маладёжнага палатышнага лагера, узмацнені сяброўскіх сувязў, развецў лидырскіх якостў і організаторскіх здольнастў маладых людзей, популярызациў націянальных культур і удасканальвання форм работы маладёжных аб'яднанўў. Дарэшы, не гледзічы на адсутнаць працтавніков Украіны, стяг гэтай рэспубліки так сама уздымаецца на флагштоку. Удзельнікі мерапрыўэмста спадзяюцца, што ў будучым працтавнікі трёх славянскіх нарадав знов будуть разам. Дарэшы, праграмма работы лагера прадугледжвая обавязковае правядзення круглых столов па пытаннях організацій далейшага маладёжнага супрацовніцтва. Плодотворное сатрудничество, и мы будем прадалжать в этом ключе, и в том числе на этом мераприятие будет праведзён круглый стол с участием представителей всей делегации, на котором будут достигнуты новые договорённости. Гомель-Лоевский район Гомельщина развіцца зудзельніками 10-й республіканскай спартакияды школьнікаў. Сёня падведзіны вынікі апошніга гульнявога дня. Вызначаны перамошцы па баскетболі і футболі сярод юнакоў. Паслячаго адбылася урашистая церемонія закрыця з паборністваў. С подрабязнастями Дмитрий Котал. На зелёным газоні сустракаюцца каманды города Мінска і Мінскай в області. Па выніках набраных балов ў паперэдні гульнях сталічны футболісты ўжо стали лепшымі. Гэты паедынок для іх меў формальны характар. А вось апаненты ў выніку перамогі маглі падняцца с трэцега месца на другое. Адразу было башна, што настрой гульцов ў чорной формі больш высокі. Пасля першага тайму лік 2-0 на карысь каманды Мінскай в області. Свае прозвішу пратакол ўнеслі Віктор Сотніков і Раман Шырін. Усерэдзіні другого тайма Міншані намаганнями Ростислава Шавеля скоротили отставання. Олеш на фінальны штурм не хапила сил. Увы, не кулик 2-1, який задоволю ўсіх. Очень много приїхало трэнерів из Мінска, які будуть работать со сборной. І несколько ребят уже взяли на карандаш. Они приїжджають і целу неделю сидят здесь, смотрят, наблюдают за ними. То есть, ребята достойные є. І в будуче, я надею, что они раскроются і покажут весь своё своё мастерство. Поядынок поміж баскетбольными командами Мінска і Гродзінській в області сяроджаўчат, обывасково уводі ў істору спартакіяды, як один з самых драматичних. Пасля першого перейду спортсменки з Гродно лидыровали з ліком 16-7 і ў вогулю выглядали масней за своїх оппоненток. Але в другім перейде быцем вышла інша команда со столицы, яка поступово стала скорочать отставання. До фінальной сирены шла ровная боротьба і в основный час переможцю не выявили. 65-65. В годатковой пятихвелінці меншанки не покинули соперницам шансов. Огульний лік 78-66. Першое место по баскетболі і у минських юнаков. В опошнім поядынку яны перемогли команду наші в області 62-40. Мы очень рады, і тем более разміщення було дуже хороше, і еда тоже. І, короче, спасибо вам большое за то, що ми сюди приїхали. Ну, короче, ми перші. Ура! Коншаткові выніки спартакіяды подвели на церемонії закриття. По летніх видах спорту у наші команды третье місце. Друге у Гродінській, а переможцем стала команда города Минска. У Агульна командным заліку по спартакіяді, на жаль, Гомель толькі на шатьвёртый місце. У призёрах Могилёв і Гродно, а перші знов столичні спортсміны. Очень надеємся, що кожний ребёнок, який провёл це время, ці дві неділи на Гомельській землі, увезёт частичку тепла, доброты Гомельській землі. Дмитрий Котов, Євген Макеєнка, телерадиокампанія Гомель. І на гэтым наш вечерній випуск завершений. У студії працавала Святлана Князєва. Усяго самага добрага і до зустрічі у ефірі.